Александр Геннадьевич, получается, что разочарование человеку, в принципе, необходимо в жизни, в каком-то моменте, для того, чтобы он мог задуматься, во-первых, туда ли я живу, так скажем, для чего я открываю свое сердце и, как Вы сказали, открыть для себя образ Бога. То есть начать искать Бога в своей жизни. Вы правы, для разумного человека это нормальность, он разочарован, он разумен, он знает, что дальше делать, где искать. Но проблема, когда человек неразумен достаточно, неподготовлен, как Вы говорили, необразован, и он продолжает идти тем же самым путем. Это наподобие, знаете, вот на те же грабли наступают, он делает эти ошибки постоянно, одну заканчивая, другую начинает, не узнает, что ситуация та же самая. Как я встретил одного человека, друга старого, я знал и помню, что он женился когда-то. Говорю, ну как дела? Он говорит, ну развелся. Говорю, что теперь? Ну женился снова. Говорю, как? Никакой разницы. То же самое. Другие просто грабли. Зря, говорит, это сделал. Если бы я знал, я бы этого не делал. То есть он уже должен быть готов, человек, к тому, чтобы жить и терпеть трудности. Вот в этом вся суть, что люди не выдерживают трудности, почему они опускаются, почему деградируют, потому что трудности не выносят, не способны преодолевать трудности, выдерживаются. И вся подготовка к счастью, собственно, она заключается в том, чтобы научиться преодолевать трудности, потому что путь нелегкий к счастью. Если бы там в конце не было бы счастья, мы бы вообще не пошли туда. Это очень трудно на самом деле. Но поскольку там есть счастье, и с каждым шагом оно отдаёт о себе знать, мы можем терпеть эти трудности. И признак того, что там нет счастья, куда люди идут, потому что они не могут эти трудности преодолеть, у них нет счастья, достаточно, чтобы преодолеть эти трудности. Они путём несчастья идут, не к счастью идут, а в обратную сторону. Поэтому при малейших трудностях они разводятся. Причины, собственно, серьёзные нет. Просто характеры ведь не сошлись. Два эгоизма, они не могут даже на мельчайших вещах уступать друг другу, посмотрите. То есть они идут неправильным путём. Путь к счастью начинается с умиротворения. Есть такая песня. А от чего мне надо? Ничего не надо. Так поёт. Русская какая-то народная, не знаю, какая-то такая. А от чего мне нужно? Ничего не нужно. Вот это умиротворение, вот это хорошо. Вот с этого нужно начать. А что тебе нужно? Ничего не нужно. Мне хорошо, когда ты рядом и всё. Ничего мне не нужно. И мне тоже ничего не нужно. И вот с этого начинается только это начало. Как прийти к этому? Ведь это очень сложно на самом деле. Вообще как свыкнуться даже с такой мыслью. Да, как свыкнуться. Ну такая же песня. Нужно петь просто песню только каждое утро. Что мне нужно? Ничего не нужно. Вот что-то сразу улыбка, облегчение появляется. Верно же? Потому что нам всегда чего-то нужно друг от друга. Мы всегда что-то требуем, что-то ожидаем. И всегда мало. Мы недовольны. Верно же? Вот жена сколько для мужа делает? Готовит, стирает, а он недоволен. И он сколько для жены? Работает там на работе. Она недовольна, что всегда есть причины недовольства. И что больше будет? Любви или недовольства? А чего мне нужно? Ничего не нужно. Всё уже есть у меня. Вот с этого начать. Полюбить то, что есть. Если мы говорим, любовь начинается с близких предметов. Вот непосредственно с тем, что я общаюсь. С близких людей, с моей собственной квартиры, с моей собственной работой, с моей собаки, которая у меня есть, с моей кухней, пищей, которую я готовлю. Всё это нужно делать с любовью, внимательно. И вот это начинается уже процесс. Уже начинается путь к счастью. Значит, такой ещё вопрос, чуть, может быть, в сторону. Мы иногда не способны сразу действовать в этом настроении счастья, в умонастроении. Но есть различные практики, какие-то тренинги, которые говорят о том, что можно искусственно создать некое ощущение счастья и уже находиться вот в этом поле. И, может быть, действовать более правильно. Насколько опасны или наоборот позитивны такие действия? Можно, нетрудно создать иллюзию счастья, искусственно стимулировать это. Как бы обмануть человека, вот, как-то несложно. Например, вот ответьте на этот вопрос, получите тысячу долларов, я кладу сюда пачку денег. И человек сразу чувствует, что счастье очень близко. Вот оно, только нужно на вопрос ответить. Возбуждение ума, у него адреналин в крови. И он думает, вот, 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 вот. Это обман, это ловушка просто. Это возбуждение ума называется. Возбуждает ум, веды говорят, две вещи человека. Это либо деньги, золото, либо красивая женщина. И вот это он и путает именно с счастьем. Именно вот эти вещи возбуждают ум. И искусственно создает иллюзию, что счастье близко. Красивую женщину, он говорит, о, близко счастье. Если я женюсь на ней, я буду счастлив. О, если вот эти деньги я получу, я буду счастлив. Это просто возбуждение ума. Это некая алчность просто. Это стимулирует современной культурой. Вот выиграть там, вот в батарею, или быть успешным. Вот эта машина, вот она блестящая, вот она на Пегестале. Вот возьми кредит. Да возьми кредит. И все берут кредиты, посмотрите. Все в долгах оказываются в итоге. Ну и где же свобода? Спасибо. Спасибо.